Добрый день! Семинар проводится на базе КСУП «Брыльёва» – одного из ведущих предприятий в области по вырошиванию Городнины. Самая актуальная тема обмеркования – селетний ураджай, который получил в очень тяжких условиях на дворе. Однако, не смотря на это, аграрные выполняют – без Городнины жихары Гомельщины не останутся. Хочу заверить, что проблемы у нас не будет. Овощи у нас будут. В прошлом году мы собрали 72 тысячи. Я надеюсь и рассчитываю, что мы это количество получим и в этом году. Это 2,5-3 потребности нашей области. Заборона на наведывание лесу, дзенничая на территории Гомельской области, с сегодняшнего дня. По опошних дадзиных во всех лесных господарках региона усталевался четвертый класс пожарной небеспеки. При этом в ближайшие дни прогнозуется узмацнение спякоты. На большей части территории, с 7-го и 8-го жнивня, поветро прогреется до 35-36 градусов, что отповедает червоному зроню небеспеки. На этот период работники лесных предприемств в области переходят на узмацненный вариант дежурства и патрулявания. До других тем. Для этих, я же месяц тому, родовых студентов вчера были отчинены у сеть «Верой свету». Але сегодня они выбрали дорогу до одной, «Жалезной», за какой зараз придется просядеть не меньше за 8 годов, как бы снова термать сгубленные махчимости. Данные жители посредством сети интернет забирали из тайников закладки с мелкими дозами психотропных веществ, так называемых спайсов, курительных смесей этих. После чего они эти закладки размещали в различных местах города. То есть их прятали для конечных потребителей. Значит, непосредственно нами было изъято порядка 200 грамм различных психотропных веществ. И из незаконного оборота не дошло до окончательных потребителей порядка 120 закладок, уже которые были спрятаны. Показальный ареш наркодилеров, як найбольше эффективное мировоздеяние на подлетков, не которые с присутных однокурсники затриманных. Арештованные студенты покрутились у криминального сяродя у сяго некольки месяцев, кто-то не пробыл у им и двух дён. Перспектива зарабить шаленые гроши повернулась безвыходностью, с какой зараз придется мириться в местах позбавления воли от 8 до 15 годов. Законодатель предусмотрел и внес изменения в уголовный кодекс, в первую очередь, ужесточил ответственность за незаконное распространение психотропных веществ, особо опасных, в частности, спайсов, и увеличил санкцию статьи до 15 лет лишения свободы. Значит, за их изготовление, где предусмотрен ответственность до 20 лет лишения свободы. Но в случае, если будет установлено, что в результате сбыта таких особо опасных психотропных веществ наступила смерть другого человека, то законодательным предусмотрена ответственность по части 5 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающего наказание сроком до 25 лет лишения свободы. Один из хлопцев на распосюдживании закладок со спайсами поспел зарабить калять 2 тысяч долларов. Иншее – не копейки. На пытание прокурора, на воштым, гэта была потребна, у кожных своя версия. Хотел помочь матери с деньгами. Як кажуть правооховники, показальный арешт не панацея, а только додатковая мера профилактики, якая махчима, лепшим чином повплывая на лёс многих подлетков. Бо минавито яны в проблеме наркотизации – наибольшь слабое звяно. Это нужно проводить, это нужно, чтобы все знали. Люди видят и делают выводы какие-то. Думаю, они больше не будут продавать. А чем последует заниматься вообще жизнью? Спортом. Учиться, спортом заниматься. За початку года в Гомельской области назирается рост злочинств, учиненных молодыми людьми. На жаль, динамика арешта у зараз повсюджывания и заховывания наркотиков так само расте. Подлетки долучаются до наркобизнеса по разных причинах. Але главное зрозуметь, что наркотики – это зло, якое позбавляет будущее. Александр Гамоля, Дмитрий Радянко, телерадио, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Какими таемницами володы Калинковицкий край? На какие славутости богаты гэты куток Гомельщины? И чем предметны для экологов мясцовый ландшафтный заказник Стрельский? Знасти отказы на гэты и иншие пытанни поспробовали выхованцы Гомельского областного эколога-биологического центра «Детей и молоди» подчас черговой экологичной экспедиции. Знаемство с Калинковицким краем гомельские доследчики почали с районного эколога-биологического центра «Детей и молоди». Тут их чекала познавальная экскурсия. Наступным пунктом маршрута стала везка Юровичи. Молодые экологи наведали славутую стоянку першобытного человека и мясовый музей истории. А глядели вядому святыню – былый иезуитский коллегиум, а сёння Юровицкий мужчинский монастыр. Сустрелась доследчиками крыничка со святой водой. А легалоной кропкой экологичного маршрута стал заказник Стрельске. Растительность данного заказника в основном представлена лесом. Вот на этом берегу доминирует сосновый лес. А посмотрите, понаблюдаем туда, мы можем заметить уникальные дубравы. Накольки богатый живёльный и рослинный свет заказника. Чаму в озеро Литвин славятся сирот туристов и які редкие виды населяют водоём. Выники усіх доследований у гомерских экологов глядите у программе «Эко-школа-экспедиция». Сёння у 17.55 на телеканале «Беларусь-2». У картинной галереи Гаурейла Вашчанки открылся оригинальный выставочный проект «Архитектурные макеты учора, сёння, завтра». У экспозиции представлено некольки десятков миниатюрных объектов нашего гисторичного минулого, а так само котеджа у сучасных и будущих. Эти экспонаты выполнены из натуральных природных материалов, хвои, дуба, граба и разных других пород древ. Вероника Ворошилина оценила при Гажосте вытончанность этих оригинальных архитектурных мини-збудований. Выстава архитектурных макетов Антона Базиленки – своясабливая творчая справоздача за опошние четыре годы его деянности. Йон – педагог Гомельского городского центра додатковой адукации детей и молоді, які веде обьеднанні по интересах стендовое моделявання і архитектурное макетавання. Дарыши по адукации Антон Базиленка – гісторик і раней працівав по професії у одной з гомельських школ. В цей дійність і захватіл його до творчісті. Перші макеты аутра використовувались як навочный допоможник для вучняв на уроках гістори. С часом хобі переросло у куды більш значны у яго житті заняток. Попытались представіць асобіністі жізні крістьян. Це усадьба Мельника, це просто крістьянські усадьбы. Імеються макеты, які отражають історічаскае прошлое. Папытка реставрації гомельського замка 15-16 века. Феодальній усадьбі Великого княжества Литовського. Галуна і самая складанная у архітектурному кітаванні, як адзнашаю аутар, гэта уседлівасть і терпенні. Часам над аб'єктам доводіцца сядзіць па 6-8 гадзін не адріваючыся. На стварэнні одного такога макета ў сярэдня майстру патрабуюцца ад трох місяців працы. Усё залежыць ад складанністі деталю ў тымлі кутых, які рухаюцца, а так сама палёту фантазі. Антон Базеленка признаецца, не адзін яго ескіз яшчы не был уасоблены ў життё ў стапрацентной адповіднасті з першопожатковай задумкай. Бо цікавы ідеі завсёды приходяць і па час творчага працэсу. Трэба адзнашыць, стварэнні гэтых мініатюрных збудаваннёў, а жыцтявляецца виклюшна з натуральных природных матэрэялов. Мы ничего практически стараемся не закупать, не приобретать. Это вторая жизнь вещей. То есть мы находим рейки, планочки, распускаем их. Ну а в основном материал – это сосна. Ну или просим знакомых, которые работают на лесопилках. Вот именно из отходов – это дуб. Ну и иногда нам перепадают ящики из магазинов. Там мы можем встретить уже граб, бук. Межтым, выхованцы Антона Базиленкі таксама не отстаюць от своего таліновитого педагога. Яны прымают активную делу в конкурсах и могут уже зараз похваліцца добрымі выникамі. До того ж у них есть любов да працы, а таксама жаданні і мкненні да саморазвитця. А гэта, на думку майстра, бадай головны умовы для поспяховы реалізація творчага потенціялу. Вероніка Ворошыліна, Валеріга Панько, телерадоя компанія «Гоміль». И на гэтым выпуск завершаны. У студии працывала Наталья Лігнаценка. Усяго добрага и до новых сустреч у эфіри.